Всем привет! Продолжаю серию видео о семенах на 2018 год. Это третья часть. Начну с салатов. Салат мини-яхант. Я его уже съела. Это качанный салат, среднеспелый. 57 дней после всходов образуется уже качан. Он мне понравился. Листики плотные, маслянистые, красивые. Как на картинке зеленовато-фиолетового цвета, качан достигает до 400 грамм. Очень компактный салат. Вкусный, не горький, устойчивый к цветущности. И для салатов хорошо, и для украшений тоже блюд. Он очень красивый. Мишутка. Мне его посоветовала знакомая. Сказала, что он очень вкусный и очень красивый. Хочу еще сказать, что если захотите такой салат, он называется Мишутка. Но на обороте в описании он как ромен Мишутка. И у продавца он тоже был в компьютерной базе как ромен Мишутка. Вот почему-то и Олита так сделала такое название. Он раннеспелый. Значит, от полного сходов до хозяйственной годности 35 дней. Розетка прямостоячая. Листья крупные, маслянистые, нежные, сочные. Салат 300-320 грамм. Кусточек стрелкования. Отличный вкус. Очень его хвалили. Значит, у Лула Роса. Я его сеяла, конечно. Он скороспелый. Листья такие сильно гофрированные. Он очень красивый. Но на мой вкус он быстро грубеет и начинает горчить. Но когда молоденький, конечно, вкусный и очень декоративный. Он у меня уже просто растет, когда начинает грубеть. Просто как для красоты. Я думаю, как бордюр, если его посадить, он будет очень красиво смотреться. Цветом вот прям как на картинке. Очень декоративный. Базилик. Русский гигант. Зеленый. Очень нравится мне эта серия. Он ранний. Очень крупные зеленые листья. Ароматные. Растение, конечно, высокое. До 60 сантиметров достигает. Очень любим в свежем виде. И я его и сушу просто листиками. И, значит, нарезаю, сушу. И люблю еще его замораживать. Последние два года я выращиваю его в теплице. До этого сеяла его в открытый грунт и хорошо рос. Из этой серии есть еще базилик фиолетовый. Ретрубин. Это фиолетовый базилик. Лист чуть помельчее, чем у зеленого. Но оно тоже очень крупный. Растения средней высоты. Очень ароматные, нежные. Листиков на растении очень много. Тоже нравится. Кориандр. Кориандр я и свои семена собираю. Вот такие баночки хранятся. Значит, ну и каждый год покупаю новые. Такой сорт, как пикник. Очень люблю кинзу. Я ее тоже сушу, но по большей части режу и замораживаю. Добавляю в основном в приготовление к мясу. Купила петрушку. В прошлом году ее было у меня очень мало. Она выродилась. Хочу посеять корневую. Это скороспелый сорт. Нравится. Корнеплоды уходят под зиму очень ранней весной. Сама всходит. И зелень держится до самой зимы. И зелень вот этого сорта, она не грубая. Также можно использовать коренью в закрутках. Петрушка кудрявая. Этот пакетик остался с прошлого года. Не понравилась она мне. Для меня она все-таки грубовата. Но она хорошо взошла, хорошо отрастала после срезки. И внешне она красиво смотрится. Семена укропа я собираю сама. Я показывала ранее. А банку с семенами храню в подвале. Нравится укроп-аллигатор. На растении много листиков. Они ароматные, очень урожайные. Долго не образуют зонтик. И из этой же серии укроп-мамонт. То же самое. Очень нравится. Очень хороший укроп. Хорошо у меня укроп растет в полутени. Я его сею. Руккола-гурман. Это раннеспелый сорт. Хороший. Листики мешают с другими видами салата. С такой небольшой горчинкой. Очень тоже любим. Московский парниковый. Это скороспелый сорт. Листики сочные, нежные, без горечи. Тоже добавляю смесь салатов. Можно также и на бутербродик сделать его. Шпинат-матодор. Сею каждый год. Он скороспелый. 46 дней от сходов. Листики средние. Они пузырчатые, темно-зеленые. Очень вкусные. Хрустящие. Мясистые. Едим мы его свежим. Конечно. И я его еще режу. Замораживаю. Делаю начинки для пирожков. Пирогов. Просто шпинат. Или шпинат с яйцом. Очень вкусно. Хотела еще показать вот такой шпинат. Это в белых пакетиках от фирмы Поиск. Они стоят подешевле. И здесь даже семян будет побольше. Они ничем не хуже. Вот такой шпинат я тоже купила. Собираю посылку. Вот такой. В белых пакетиках. И вот еще один шпинат. Это Poma Hybrid. Это новинка. Была просто на эти семена скидка. Поэтому купила. Ну тоже он среднеспелый. Листья крупные. Мясистые. Темно-зеленые. Ценность гибрида. Устойчивость к стеблеванию. Урожайный. Урожайный и отличный вкус. Лук на зелень. Салатный. Это новинка для меня. Купила пачку. Состоящую из 10 штук. По оптовой цене. Получается там очень дешево. 5 таких пакетиков я купила. Соберу в посылку. Остальные 5 это я ставлю себе. Это лучший сорт для получения высококачественной зелии. Срок созревания 55 дней. Листья насыщенные зеленые. Трубчатые. Приятный полуострый вкус. Не желтеет. И остаются сочными весь сезон. Продавец порекомендовал. Вот купила 10 штучек таких. Лук батун апрельский. Сею каждый год. Хороший сорт. Тоже купила по оптовой цене. 10 пачек. Хочу еще сказать, что всю зелень я сею в несколько оборотов. Чтобы все лето у меня была зеленая зелень. Дальше у нас идет редис. Сею два вида. Это сора сорт и селеста гибрид. Они очень похожи. Я их сею каждый год. Сею в теплице. Они мне оба нравятся. Оба скороспелые. До 25 дней от сходов. Листвы очень мало. Корнеплоды круглые, крупные, сочные. Они не горчат. То есть они не острые. Не трескаются. Устойчивы к цветушности. И конечно же первое самое главное условие. Это они подходят для выращивания в теплице. Каждый год сею и не жалею. Сора и селеста. Горошек зеленый. Эти сорта, все три сорта я выращивала. Покупаю вот в таких больших упаковках. Они по 25 грамм. Получается очень выгодно. Горошек детский сладкий от Гавриша. Понравился этот сорт. Он раннеспелый. Растение само до 80 сантиметров. В бобе до 9 горошин. Сладкий, без пергаментного вот этого слоя. Следующий сорт от Элита. Это зима. Тоже раннеспелый. Растение само до 80 сантиметров. В бобе 9 горошин. Тоже сладкий. И без пергаментного вот этого слоя. Воронежский зеленый. Тоже от Элиты. Он раннеспелый. Растение до 90 сантиметров. В бобе до 10 горошин. Семена мозговые и очень вкусные. Также мне посоветовали купить вот такой горох. Называется Муцо. Это средне-ранний сорт. Стебель у него короткий. В одном узле формирует до 2 бобов. И в бобе по 9 зерен. Устойчив к корневым гнилям. Сказали, что очень урожайный. Горошек я тоже сею в несколько оборотов. Чтобы всегда все лето можно было им лакомиться. Я вообще горошка выращиваю много. Но мы его съедаем с куста. Особенно дети его, конечно, любят. И немножко остается у меня на заморозку. Но в этом году решила я его законсервировать. Рецепта, конечно, у меня пока тоже нет. Но очень хочу попробовать сделать вот такую закрутку. Поэтому в этом году посажу его побольше. Фасоль спаржевая. Здесь у меня я купила два сорта. Это Аллюр и Журавушка. Они практически одинаковые. Поэтому сразу скажу за оба сорта. В прошлом году я высаживала фасоль спаржевую. Но она у меня не получилась. Так как я уезжала. И некому было за этим всем делом ухаживать. Поэтому купила еще раз. Буду сажать. Это растение кустовое до 50 см. Бобы до 13 см. Без пергаментного слоя. Хочу использовать, знаете, недозрелыми плодами. В тушеном, вареном виде. Просто как гарнир. И, конечно, хочу заморозить, чтобы делать овощные смеси. Кукуруза Хони Бентом. Это гибрид. В прошлом году я его села. Взошел он у меня хорошо. Но кукуруза не получилась. Было всего несколько качанчиков. И то они были очень маленькие, корявенькие. Еще раз повторю, почему не получилось. Потому что не было ухода. Растение до 1,80 см. Початки до 400 г. Стебели очень крепкие. Созревает через 78 дней после посева. Сладкая, нежная. Очень хорошие о ней отзывы. Поэтому в этом году тоже буду сеять. Следующий это попкорн. Тоже сеяла в прошлом году. Не удалась. Буду сеять в этом году. Хочу зимой делать попкорн. И купила для себя тоже новинка. Это супер-супер сладкая кукуруза гибрид. От сибирского сада. Понравилось очень название и описание. Это экстра ранний супер сладкий гибрид. Созревающий за 70 дней. Значит растение высотой 1,7 метров. Початки до 20 см. Настоящее лакомство для детей и взрослых. Можно кушать в сыром виде, консервированном и вареном. Буду пробовать вот такую кукурузу. Купила лук. Это байрам гибрид, ретро и эмиссар. Значит купила на посев на рассаду. Выращивать буду в однолетней культуре. Также буду покупать и лук сивок. В продажу я уже узнала. Он поступит у нас в середине января. В прошлом году у меня очень плохой лук вырос. Такого лука у меня никогда не было. Но надеюсь, что в этом году нас лето порадует теплом. Очень я люблю, когда на участке или когда в полях растет подсолнечник. Поэтому я его выращиваю. Кубанские семечки. Это среднеспелый сорт. Растение до 2 метров. Корзинка большая, заполненная. Семянка средняя, но очень вкусная. Мы их зимой жарим. Это с прошлого года у меня остались семена. Поэтому в этом году их досею. Вот такой гибрид. Это новинка. PR-63А-9090. Это растение высокое. Корзинка среднекрупная. Семянка средняя. Высокомасляничный гибрид. Знаете, у меня в один год выросло очень много подсолнечника. Но прилетели скворцы. И просто за минуту все корзинки подсолнечника опустошили. Поэтому теперь корзинки я закрываю марлей. Так делала моя бабушка. Это я потом вам расскажу и покажу, как я делаю. И остался у нас еще физалис ананасовый. Хочется мне его вырастить. Внешне по картинке он мне, конечно, очень нравится. Я буду пробовать. И здесь написано, что это уникальный сорт. Плоды массы 5-10 грамм. Имеют гораздо более сладкий вкус. Насыщенный аромат, чем земляничный физалис. Пригодный для употребления в свежем виде. И приготовления изюма, варенья и цукатов. Попробую вырастить. У меня на этом все. Если вам было интересно и полезно это видео, смотрите продолжение. Всем пока!